Вот у нас езда на обычной пенераторе. Теперь мы включаем гензогенератор. Происходит это вот. Кнопочка бах. И поехали на гензогенератор. Работаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы будем демонстрировать ходовой бензогенератор для электрической инвалидной коляски. Он поступает вот в такой коробке. Сразу к инвалидной коляске разворачиваем по моменту монтажа. Вот мы открываем коробку. Здесь ключи для двигателя. Паспорт. Это культ управления и самая бензогенераторная установка. Сейчас мы все это будем вынимать. Вот так оно будет проходить клиентам по почте. Вот пленочку тоже с него снимем. Вот сама установка. Которая имеет культ управления с тросом. Провода подключения. Можно продемонстрировать, как это отсоединяется. Вот он может быть отдельным проводком. Для удобства того, чтобы можно было не подключать аккумулятор, отсоединить генераторную установку. В целом вот такой вот вид. Сейчас мы будем производить монтаж. Это установка на инвалидную коляску. Что мы видим здесь? Здесь как раз элементы крепления к стойкам инвалидной коляски. Здесь у нас аккумуляторы. И подключение тоже будем все показывать. Сейчас мы откручиваем кнуты. Приготавливаем их, так сказать, к установке. Крепление возможно в двух моментах. То есть можно крепить хомуты в задней части. То есть как мы это и делали у себя на экспериментальном. Вот так и вот таким вот образом. Сейчас мы будем как раз показывать, как это было показано на видео, как мы это себе крепили. Теперь мы сделаем крепление немножко отдаленное. Переворачиваем стойки. И будем крепить немножко отдаленное от сиденья. Так, правда, крутить болты не так удобно. Просто спинки могут быть разные. И здесь появляется возможность отгонения бензогенератора, что ли. Вот спинки, ближе ли дальше. Ну, в принципе, кому как удобно. У разных колясок может быть стойки крепления к спинке, что ли. Либо выше, либо ниже. Там у кого как получится. Ну, в принципе, место почти одинаковое на всех будут. Я обтягиваю. Я обтягиваю. Я думаю, достаточно. Не надо сильно затягивать. Так, теперь мы ставим установку. Можно закрытым сначала элементы электрические. То есть отсоединяем, чтобы просто потом не мешало это все. Можно было сразу, наверное, подключить. То есть, наверное, по операционной, что ли, наверное, провода следует подключить в первую очередь. Чтобы потом вот эта стойка нам не мешала. Вот. Значит, что мы. У нас обозначение минус. То есть находим на аккумуляторе минус. Аккумулятор на электрическом 24 вольта. Ищем как раз минус выходной. То есть 24 вольта – это два аккумулятора. И значит у нас… Давай 24 сначала подключим. Вот. То есть тут и как раз у нас обозначение 2 плюс 24 на провод. Так, ну и последний провод мы подключаем как раз посередине аккумуляторов. Это получается плюс 12 вольт, которое идет на питание вольтметра цифрового. Ну и теперь мы ставим саму установку. В салазках она входит. Ну и сразу, да, и сразу пульт можно установить сразу. Сразу устанавливаем в ручку. В ручке там бывают разные посадочные. В каждой инвалидной коляске. Ну вот здесь делаем квадрат 15 на 15. В данной посадке можно закрепить на все три болта с каждой стороны. То есть вкатываем его до конца и крепим. Вот. И фиксируем, значит, все болты зажимаем. И на салазках, и на поперечной трубе. Укладываем провод, чтобы он был более компактным и симпатичным выгляделом. То есть нигде ничего не торчало. Ну и подключаем, подключаем электрическую провод к разъему. Ну вот, все окончательно собрано. Окончательно собрано. Все болты затянуты. Здесь все хорошо протянуто. То есть положение достаточно жесткое в этом положении. Ну то есть при вот таком расположении здесь задействованы все три болта. Вот. Если мы будем устанавливать в ту сторону, то тогда будет один болт не задействован с каждой стороны. Вот. Ну вот. Все так расположилось. Ну, включение это понятно, что вот так вот. Но он сейчас не будет. Бензина там нету. Ну, он не зайдется, думаешь? Ну, почти. Ладно. Вот. Предпродажное испытание. Подготовка к отправке. Бензогенератора. Ходового бензогенератора для инвалидной коляски. Вот. Здесь все подключено. То есть, правда, взят пульт взят наиболее длинный. Мало ли, так сказать, кому-то. То есть вот он так вот снимается. Снимается пульт. То есть очень длинный трос. Такая вот труба. Ну, здесь было согласовано с клиентами, что труба 15 на 15 их вроде как устроит. Потому что есть в левом, ну, как сказать, подлокотнике. Там вот у нас, допустим, овальные трубы, что ли, куда вставляется овальная труба. Ну, у них какая-то другая. Потому что, в принципе, бывает левша, правша. Вот. И, как бы, тот пульт штатный, он может переставляться в это место. Ну, вот, так сказать, по пожеланию клиентов, что ли, сделали трубу 15 миллиметров. 15 на 15. Вот она вставляется в эту посадку. Ну, здесь, конечно, она болтается. Вот. Что у нас в пульте управления? У нас вот это регулятор газа. Регулятор газа. Вот. Мы можем им выставлять необходимое зарядное напряжение. Ну, то есть, зарядка 24-х вольтового аккумулятора где-то 28,5-29, ну, может быть, 29,5. Вот. В режиме ходовом, когда, то есть, ехать и заряжать, можно выставлять большее напряжение. Ну, здесь у нас можно вот так на болтик одеть, в смысле, на винтик. Вот. Вот так вот, допустим, его проложить. Ну, излишки. Можно, конечно, потом будет уменьшить какие-то параметры, что ли, троса и так далее. Вот. Значит, крепление. Крепление к инвалидной коляске у нас здесь рассчитано под трубу 26. Вот. Кстати, трубу можно переворачивать на эту сторону тоже, чтобы отдалить, допустим, от спинки сидения. От спинки сидения. Вот. И, то есть, этот элемент, он как бы универсальный. То есть, если можно в эту сторону перевести. Только, правда, болты уже будут закручиваться с той стороны. Вот. Ну, здесь мы с избытком дали элементы крепления, что ли. Вот. Один как бы закрутили полностью, потому что труба где-то вот здесь находится. Но это при таком положении. Если трубу выпустить на эту сторону, то есть, не в ту сторону, а вот в эту, то тогда, естественно, она будет доходить до конца, и третий болт может быть задействован. Вот. Значит, что... Как осуществляется запуск? Ну, то есть, если мы... То есть, залить топливо... Первый, то есть, соотношение топлива 1 к 25. Поначалу, там, литров 5, когда спалите топливо 1 к 25. Вот. То можно перейти на режим 1 к 50. Вот. Здесь можно приоткрутить чуть-чуть, чтобы как бы вакуума в баке не было. Вот. Значит, заводка осуществляется с нижнего положения. Потому что стартер будет поднимать. А, конечно, обычно бывает все это с верхнего положения. То есть, вот мы, допустим, самокаты, велосипеды у нас заводятся с верхнего положения. Как бы на холодную. В данной ситуации предусматривается то, что, как бы, не повернуться, не переключить. То есть, не все инвалиды это могут сделать. Вот. И, то есть, заводим. Чуть дольше будет просто заводка с нижнего положения. Это, как раз, рабочий режим. То есть, здесь ничего не трогаем. Поставили в нижний режим. Вот. И все. Вот. Что еще можно здесь сказать? Здесь у нас вот как раз разводка. Вот на аккумулятор минус. Вот он под проводом обозначен минус. Вот. Это на 24 вольта. И вот плюс 24 вольта в аккумуляторах. Здесь куплены автомобильные обычные аккумуляторы. Но многие, наверное, так и делают, потому что они дешевле. Вот. И один провод, вот синенький, на 12. Ровно посередине. Как вот перемычка, объединяющая аккумуляторы. Вот. И вот как раз написано плюс 12 вольт. И вот к нему подводится. То есть, вся разводка, она как раз так и обеспечивается. Вот здесь у нас соединение как раз вот этих проводов. То есть, при желании, можно отсюда не отключать. Допустим, снимать бензогенератор. Можно вот здесь вывинтить. И разъем снять. И он останется на аккумуляторах. То есть, все быстросъемно достаточно. То есть, если как бы нужно снять вот эти четыре болта. Откручиваем, грубо говоря. На салазках она сходит. Ручку вытаскиваем. И все это дело остается в руках. Ну, эксплуатация и заводка сам, в принципе, очень простая. Вот сейчас, когда вот клавиша нажата огоньком, что ли, фарой, нажата вперед, то получается как раз режим выключена. То есть, система выключена. Если я нажму, то, во-первых, загорится зеленая лампочка. Зеленая лампочка. И через какое-то время загорится, загорится табло напряжения. Вот. Ну, теперь мы это нажимаем. Вот. 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 Сейчас он еще трясет, потому что. Генеральный двигатель запускается. Вот. Все. Видите, он запустился. Да. Долго. Плесится. Он его прошел. Вот. Вот. Сейчас уже двигатель вращается в генератор. То есть, бензиновый двигатель вращается в генератор. Вот так вот, на холостом подъезде подъем. За счет того, что я сейчас загружу его, вот это как бы на холостом подъезде подъем. На холостом ходу работает. Сейчас я его заглушу. Устаток заглушили. То есть, отключили генератор. Вот это показывает напряжение аккумуляторной батареи. 24600. Вот. Вот это кнопка глушения. Вот так вот глушим. То есть, когда переводим опять в это положение, то есть, этот самый генератор отключается, а бензиновый мотор продолжает работать. Вот. И мы, значит, в этом положении видим напряжение батареи. Вот. Опять сейчас включаем. Вот. Это уже как раз напряжение выше. Сейчас это работает уже. Напряжение. Уже генератор вращается. Вот. Теперь мы выставляем вот здесь вот колесико. Вот я вспомню еще немножко. Вот он и колесико. Значит. Фото уже можно увеличивать напряжение, которое необходимо. Вот я вращаю. Начинаем через обороты. Как начинка стиль. Вот это уже на обороты до трассы. У меня зарядка. 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 Урок напряжения заряда По мере проходивого заряда будет увеличиваться напряжение Можно добавить напряжение Потому что будет просадка Вот и все Переключаем, двигатель легко, потому что он перестает заряжать И после этого кнопка глушения глушена Ну вот можно еще раз нажать Вот и все Можно сейчас снять еще режим езды или включения прямо на ходу Сейчас я сяду в нее Сейчас сяду Вот включаю пульт И можно ехать Только мне надо, наверное Раз джейстиком я пользуюсь Вот То другая рука должна быть Вот мы едем А это мы едем в тишине без генератора Вот Ну теперь остановились Запускаем генератор Вот Можно сразу обратить внимание на просадку Сейчас я выгляду там напряжение заряда хотя бы Вот 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 Пускай будет 28 Я ее И поехали Сейчас будем просаживаться Потому что потребление идет Зато Аккумулятор У меня Кажется Не сильно Разряжается Потому что он постоянно на подзарядке Не так Ниже 24 Он никак не опускается Хотя я еду Вот 24 Генератор молотит Пускай по му Он будет поддерживать Постоянное напряжение Теперь можно увеличить Устанавливаемость Увеличиваю напряжение До 30 В Вот за 30 В целом я могу ехать Сейчас будет видно красавчик Потому что мы едем и еще одновременно заряжаемся То есть расхода аккумуляторов практически нет Потому что мы едем практически на генераторе Вольтаж, вы видите, мы представляем, 26 Вот потому и называется годовой генератор И остановок, естественное напряжение, сразу начинает расти Вот, мы можем сбросить его до напряжения Сбросить его до напряжения зарядки аккумуляторов Если нужна остановка Ну вот, как-то так Даже перебошу Ну, как-то все Выключил Грушение Ну, еще раз можно Включаем Генератор запускается Выключаем Выключаем Удерживая Все Установлен Бензогенератор ходовой Вот его пульт Вот он вставляется из подлокотника Вот у меня как бы два пульта Генератор у меня включен уже Вот стандартный Вот у нас езда Вот 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 Теперь мы Включаем Включаем Гензогенератор Происходит Это вот Кнопочка БАК И Поехали на гензогенератор Вот Работает Вот Работает Вот Вот Здесь у нас Вот 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 То есть Получается, что вот в этом положении он глушится И при удержании этого глохнет бензиновый двигатель Вот Еще, значит, у нас Вот этот Бегунок Это как раз подстройка напряжения Что мы сейчас делаем Допустим, мы сейчас берем Запускаем Вот Появляется напряжение здесь Напряжение, в принципе, зарядки сейчас у меня выставлено Но можно Его увеличить Сделать ходовым То есть имеется в виду Когда Напряжение во время движения начинается просадка Ты можешь его подогнать под напряжение заряда Ну, приблизительно Сейчас я буду мимо проезжать Будет КГЦ Можно будет зафиксировать это дело Так Увеличим его напряжение На 30 кольт На 31 кольт На 31 кольт, пожалуйста Вот Начинаем я На 55 кольт На 27 кольт Наうん На На что здесь не совсем хорошо здесь получается ситуация гнешу пока то есть когда мы длительно едем можно напряжение поднять пульт управления работает отсечка у него на 32 вольта то есть во время езды чтобы одновременно получалось ходовой вариант и напряжение было 28-29 грубо говоря то есть можно подстроить так что во время расхода на аккумулятор во время езды чтобы напряжение было более высоким вот в принципе и все и вот Продолжение следует... Продолжение следует...